Итак, я уже третий раз продолжаю запись этого видео, потому что у меня на горячую клавишу стояла цифра 2, остановить запись, и я еще раз перезаписываю. И это уже третий раз на самом деле. Итак, мы с вами остановились на плоской крыше. Сразу же дам дополнительный комментарий о том, что... Сейчас я откачусь назад, удалю все, что не нужно. Уже горячие клавиши я настроил нормально. Я начал строить плоскую крышу, начал отображать парапет. Да, если крыша у вас основная, на плане кровли и парапет, и сама крыша будет отображаться толстыми линиями. Если у вас крыша, это располагающаяся между первым и вторым этажом, предположим, открытая терраса. Она будет отображаться вся тонкими линиями. Что необходимо помнить для отображения? Сразу же могу сказать. На плане кровли отображается только основная крыша. Конкретно это крыша, располагающаяся над последним вашим жилым, либо нежилым этажом. Да, это уже ближе к чердаку, но все равно это крыша последнего вашего уровня. На ней не нужно отображать крыши ниже стоящего этажа. Ни тонкими линиями, никакими. Вы отображаете только основную часть крыши. То есть то, что у вас закрывает последний ваш этаж. Если это основная крыша, и она случайно оказалась, опять же, плоскоэксплуатируемой, либо неэксплуатируемой, но скорее всего она будет неэксплуатируемой, потому что выход туда будет только по лестнице сбоку, она будет отображаться толстыми линиями. И парапет, и сама крыша. Итак, на чем мы остановились? Я пока стрелочки отобразил таким образом, просто чтобы вы могли понять, куда будет двигаться скат. Я отобразил парапет 250 мм. И вот этот слив. Слив нашей воронки. С другой стороны он тоже должен быть, я его просто пока не делал. Так вот, как будет выглядеть наша крыша на проекции на виде сбоку? Я просто тяну вспомогательные линии. Итак, толщина нашей крыши, в зависимости не так, которая была рассматривалась в предыдущем ролике, да, ссылка на предыдущий ролик у нас с вами будет располагаться вот где-то вот здесь, сбоку. Я ее расположу, прошу прощения. Возвращаясь назад. Так вот, толщина этой крыши будет располагаться... Микрофон просто задел. Толщина этой крыши будет варьироваться в зависимости от того, какую вы будете использовать. Эксплуатируемую, либо неэксплуатируемую крышу, в зависимости от ее длины и так далее. Вы вспомните, у нас, для тех, кто занимается по нашим урокам на форуме, там есть у вас толщина кровельного пирога. Эксплуатируемая, неэксплуатируемая. Обычные, скатные, теплые, холодные крыши. Для тех, кто этим видеоуроком пользуется для построения в каких-то своих целях, вы можете найти в интернете, либо от заказчика, какая толщина у вас крыши. Но не суть. Уже относительно толщины кровельного пирога будет и высота вашего парапета. Да, ширина его толщина, точнее, 250 мм, но сам парапет нужно подбирать уже в зависимости от того, какая у вас крыша. И в большинстве случаев, сейчас объясню, как это подбирается и вообще, как это будет выглядеть. На виде сбоку ваша плоская крыша в большинстве своем будет выглядеть вот таким образом. И с той, и с другой стороны. На самом деле, еще сейчас спроектирую другую проекцию, чтобы можно было удобно разобраться. И разверну ее. И дочерчу вспомогательные линии. Удалю то, что мне не нужно. Итак, у нас с вами есть две проекции крыши. Вид сбоку с одной, вид спереди. Будем рассматривать его так и вид сбоку. Так вот, как располагается высота вашего парапета подбирается в зависимости от толщины вашего пирога плоской крыши. Потому что вот этот слив, я проведу его проекцию сюда, на вид сбоку, ну на вид спереди. Раз линия, два линия. Обрежу все, что мне не нужно сейчас. Раз, два. Так вот, насколько будет располагаться наш слив. Слив нужно подбирать таким образом, чтобы его нижняя граница вашей воронки, обрежу сейчас все, что мне нужно, совпадала ровно с границей вот этой части вашего кровельного пирога плоской крыши. Для чего это делается? Если кровельный пирог будет выше, а скат, соответственно, ниже, будет производиться намокание всего вашего пирога. И, соответственно, в дальнейшем уже разрушение крыши. Если он будет выше, он не будет выполнять свои функции. Вода не будет удаляться. Поэтому он ровно должен идти по границе. Никакую крышу я здесь видеть не должен. Что вот это за линия? Это граница нашей крыши с другой стороны. Бывают случаи, если у вас крыша достаточно протяженная. В данном случае у меня не в масштабе распределено. Вы видите, что согласно 250, у меня крыша вообще здесь 33 метра. У вас вот этот конек, ну, излом, может оказаться выше вашего кровельного пирога. Но это не сильно повлияет на функциональную особенность, потому что у вас скаты будут выполнять свою функцию и удалять воду. Но может оказаться такая особенность, что у вас этот скат будет выглядеть вот таким вот образом и выпирать относительно вашего пропита. Вот он, этот скат. Вот он идет сюда. Но по факту влага будет у нас попадать за границей и будет производиться намокание вашего основного участка. Да, и то я немножко ошибся. Здесь не нужно сместить на 250 миллиметров. Потому что у нас с вами крыша ровно вписывается в границы. Ровно вписывается в границы нашего пропита. Вот таким вот образом. Но опять же повторюсь, если у вас крыша маленькая для вашего маленького домика, она в большинстве своем не будет выступать за границы вашего пропита, и вы вообще вот этот скат не увидите. Если бы я проектировал на виде сбоку, с этим выступающим скатом, то он бы мне как раз пригодился. Я знаю максимальную точку. Знаю, откуда он будет формироваться. Мне лучше всего произвести проекцию. Или проекция мне вообще не понадобится. Я знаю, что он у меня будет выступать. А выступать он будет отсюда. И до сюда. Удаляю все, что мне не нужно. Мне не нужно сейчас ввести линию отсюда до сюда, потому что по факту это будет некорректно. У меня он весь уклон формируется по всей моей длине. То есть это основной выступающий элемент. Я вижу его сбоку. И по факту мне не нужно ничего здесь более менять. Это более сложное уже графическое отображение. Я просто вижу его вот в этой проекции. Он у меня уходит куда-то вот туда. Этот угол ближе, этот угол дальше. Он уходит куда-то в бесконечность. Вот этот уклон. Это излом. Это вот эта линия. Так вот. То, что касается нашей плоской крыши. Я думаю, в большинстве своем у вас у маленьких ваших домиков ее вообще не будет видно. И у вас будет виден только основной парапет для наших фасадов. Напомню из предыдущего видео то, что для составления фасадов мы с вами будем уже пользоваться другими слоями и будут появляться новые дополнительные видео. Хотел бы вам сказать о том, что хоть как-то отмечать о том, что нужны ли вам видео эти или нет. Можно это ставить лайком либо дизлайком. В комментариях можете указывать не только мои студенты, а все, кто даже заходит случайно на канал, чтобы вы хотели увидеть следующих видео. В данном случае я рассматриваю построение базовое в Автокаде. Это только базовое построение для тех, кто только учится в нем работать, для тех, кто хочет чего-то нового узнать и так далее. Канал я буду постепенно развивать. И скоро здесь появится информация по тому же самому Revit'у и отмечайте как-то это, чтобы я мог понять, надо это или нет. Всем спасибо, что меня сейчас слушали. Ссылка опять же на предыдущее видео, которое немного прервалось, будет указана в этом видеоролике в начале. Сегодня 4 апреля. Будьте дома, берегите себя и не болейте. Всем спасибо, что меня слушали. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.